Всем привет! В этом видео протестировал вот такой вот ноутбук. Это Acer Aspire 10755G 2011-2012 года. Он оснащен топовым для того времени 4-ядерным 8-поточным ноутбучным процессором второго поколения Intel Core i7-2670QM и дискретной видеокарты NVIDIA GT540 с 2 ГБ DDR3 видеопамяти. В оперативной памяти стоит 2 модуля по 4 ГБ частотой 1033 МГц. Ростский диск установлен на 1 ТБ в прошлом состоянии без бэдов и переназначенных секторов. Судя по внешнему виду, за время своей жизни бук побывал в руках у яблочных фанатиков, у которых не было денег на настоящий макбук, и они решили провести какие-то ритуалы по превращению обычного бука в макбук, вследствие чего бук получил яблочное клеймо на крышке матрицы и множество небольших ссадин. Ну а по технической части бук в полном порядке, матрица без битых пикселей царапилась, и протеи кнопки работают. Перед тестированием провелось полное обслуживание бука, был смазан и почищен кулер, заменена термопаста на процессор и видеочипе, на Arcti Cooling MX4. Была установлена свежая Windows 10, отключена телеметры, архивация ненужной службы, после чего провелись тесты производительности процессора и всей системы в различных синтетических программах. И сейчас перед вами бенчмарк программы CPU-Z. На 8 потоках процессор набирает 1385 попугаев, на 1 потоке 295. Следующий тест CPU-Qing в программе AIDA64, и тут процессор набирает 35 тысяч попугаев, и почти догоняет доступный процессор QX8350. Далее тест Cinebench R15, за рендеринг с ценой A7 2670QM набирает 477 попугаев, что всего на 5% меньше, чем у мобильного процессора следующего поколения, на 28% меньше, чем у доступного процессора A7 3770. И последний синтетический тест общей производительности ноутбука под названием ПК Марк. Он тестирует не только процессор, но все железо в совокупности, включая видеокарту, материнскую плату, оперативную память и хранилище. К результатам тестирования ноутбук набирает 2026 попугаев, и занимает 8 место на сайте статистики ПК Марк, среди ноутбуков с таким же процессором и видеокартой, вступая только разогнанным ноутбуком с установленным SSD-диском и большей оперативной памятью. Переходим к живому тестированию, и первым тестом я решил протестировать NIGRO и YouTube 2160P, если другими словами, то в формате 4К. Что мы видим? Процессор справляется с таким форматом без проблем, картинка плавная, в статистике для сессии дминов пропусков кадров не наблюдается. В диспетчере процессор загружается на 50-60%, и еще остается запас для фоновых приложений и задач. Переходим к тесту самых популярных игр, и первой игрой на тесте будет CSGO, настройки графики выставлены на низкие разрешения экрана, 1366 на 768 точек. В некоторых тестах игр вы можете видеть мое нубство и неумение играть, из-за отсутствия игрового опыта. Да и плюс, играть с камерой перед монитором как-то не очень удобно. Думаю, мое неумение играть никак не отразится на результатах игры, разве что только в знании каких-то особых карт или миссий, где проседает фпс. Если у кого есть опыт в какой-либо игре, пишите в комментариях под видео, какие карты или миссии в какой игре лучше всего подходят для тестов. В следующих видосах буду пробовать. Также пишите, что понравилось видео, а что нет. Ну а пока смотрим то, что есть. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Это нужно для того, чтобы канал начал развиваться. И тогда я буду снимать и выкладывать видосы в подобном формате чаще. Благодаря вашим комментариям буду улучшать их качество. Далее в видео буду комментировать только настройки графики. Результаты замеров будут видны справа на экране. Всем приятного просмотра. Следующая игра на тесте это Warface. Пресет настроек низкий. Разрешение экрана 1366 на 968 точек. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Следующая игра на тесте это Dota 2. Настройки низкий с включенным DirectX 11. Разрешение экрана 1366 на 968 точек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Качество графики низкое разрешение экрана 1366 на 768 точек. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Следующая игра на тесте это Crossout. Пресет настроек низкий, ничего не менял. Разрешение экрана 1366 на 768 точек. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Следующая игра на тесте это Fallout 4 Настройки минимальные Разрешение экрана 1366 на 768 точек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующая игра на тесте это Battlefield 4 Пресет настроек низкий, ничего не менял. Разрешение экрана 1280 на 720 точек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделался DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...